Всем привет! Меня зовут Наталья и с вами видеоблог о Чехии записки Николеты. Тема этого видео зимней распродажи рай для шапоголиков. Его я записываю совместно с другими блогерами. Перейди на их канал и вы можете по ссылкам, которые я оставила в описании к этому видео. Смотрите, изучайте, как это происходит в разных странах и городах. Зимняя распродажа в Чехии это действительно рай для шапоголиков. Многие магазины рассчитывают на высокие продажи в этот период, поэтому делают достаточно большие скидки. В некоторых магазинах они достигают 70-80%. Сам период распродаж начинается сразу после Нового года. В Чехии нет затяжных новогодних праздников. 2 января уже обычный рабочий день. Здесь наоборот, больше любимый праздник Рождество. Но об этом в другом моем видео. Как я уже сказала, сезон распродаж начинается сразу же после Нового года. Но первые ласточки, первые магазины делают скидки после Рождества, то есть за несколько дней до Нового года. И вы можете в этот период сэкономить. Продолжается сезон распродаж до середины конца февраля. В этот период в феврале у магазинов с одеждой появляются новые коллекции. И старые вы можете купить по заманчивым ценам. Если говорить о том, где заняться шопингом в Праге, то в первую очередь это, конечно, крупный торговый центр. В центре города это Палладиум, который находится на площади Республики. Там находятся где-то 179 магазинов с одеждой, обувью, косметикой, украшениями. В общем, все, что душа только пожелает. Дальше можно переместиться на улицу Напчикопе, где тоже есть достаточно интересные магазины. Загляните обязательно на Вацлавскую площадь, кроме того, что там красивая архитектура, центральная площадь в городе. Есть интересные магазины, крупные магазины. Допустим, обувной магазин Батя на несколько этажей или три этажа магазин ЦА. От Вацлавской площади 5 минут до торгового центра Квадрия. Он молодой, можно сказать, он полтора года как открылся и находится над выходом из метро Народни Тридо. Все, что я вам назвала, улицы, магазины, Палладиум, Квадрия, они находятся, можно сказать, рядом друг с другом. И можно идти как бы одним маршрутом, начиная, допустим, с Палладиума по улице Наприкопе, зайдя на Вацлавскую площадь и потом Квадрия. Если же вас интересуют такие бренды, как Луи Виттон, Версачи, Диор, то вам нужно на улицу Парижска. Она находится в еврейском квартале, в старом городе, рядом со Староместской площадью. Если говорить о магазинах, которые там расположились, то можно смело называть эту улицу самой дорогой улицей в Праге. Есть также аутлет в городе, называется Fashion Arena, и добраться до него можно на специальном автобусе, который курсирует от аутлета до станции метро Депо Гастеварш. В торговых центрах на улицах Праги вы встретите магазины, которые являются крупными мировыми марками, и о них знают во многих городах и странах мира. Я же хотела небольшой акцент сделать именно на чешских торговых марках. Например, производитель косметики, мануфактура. Фирменный магазин вы встретите в том же Палладиуме. Это натуральная косметика по уходу, которую любят не только чехи, но уже успели и туристы полюбить. Достаточно хорошая, интересная. Следующий магазин Блажек. Это производитель исключительно мужской одежды. Он появился в 1992 году и пользуется популярностью у местного населения. Цены там, я бы сказала, выше среднего, но сезон распродаж вы можете сэкономить. Следующим чешской маркой, брендом я бы назвала Кара. Это производитель верхней одежды, дубленки, куртки, кожаные изделия, сумки, перчатки, кошельки. Если говорить о том, что можно купить в Чехии, что можно перевезти из Чехии, чтобы осталась какая-то память об этой стране, то об этом я снимала отдельное видео. Вы можете его посмотреть прямо сейчас, перейдя по ссылке на экране. Вот таким было видео. Надеюсь, оно вам понравилось, было интересным и полезным. Переходите обязательно на канал других блогеров. Совмещайте приятное с полезным. Путешествуйте, делайте покупки. Всем пока, до следующего видео. Субтитры сделал DimaTorzok